Уважаемые луганчане, сегодня общественные организации и гражданские активисты проводят митинг на каноне Дня независимости нашей страны. Почему мы сегодня собрались? 22 года Украина является формально независимой страной. А стали ли граждане Украины свободными в этой стране? Мы можем сказать, что нет. Первое десятилетие нашей независимого государства правило коммунистическая партия, бывшая коммунистическая партия и ее сателлиты. Они разбазали то имущество, которое было нажито народом. Второе десятилетие фактически правит уголовная олигархическая власть, которая превратила граждан Украины в рабов, бесправных, которые борются за существование. Слово предоставляется Игорю Собрудскому. Добрый день, земляки. Я внесу небольшую корректировку. Я являюсь представителем Луганской области, членом координационной рады в ассамблее громадских организаций, представителей малого и среднего бизнеса. Это те, кто проводил и собирал людей на предпринимательском Майдане. Но, к глубокому сожалению, нас развели как котят, как говорят сегодняшние руководители некоторых политических партий. Но не в этом дело. Вы знаете, какое чувство меня сегодня испытал? Потому что я пришел на предыдущий митинг, хотел посмотреть, каким же образом мы празднуем независимость, как нам предлагают в нашей с вами стране, которая нам дана Господом Богом, не какими-то политическими проектами или партиями, а Господом Богом, для того, чтобы мы здесь жили, работали на этой земле, для того, чтобы мы защищали свои интересы, для того, чтобы мы были собственниками в своей стране. А на самом деле мы отмечаем один раз в году День Конституции, День Флага, День Независимости. Мы должны жить по Конституции. Мы должны быть независимыми. Чтобы этот праздник у нас был каждый день. Чтобы мы не добивались в судах правосудных решений. Чтобы мы не были заложниками этой системы, которая узурпировала нашу с вами власть. Слово предоставляется Константину Ильченко. Добрый день, друзья. Я попрошу вас не смущаться тому обстоятельству, что нас здесь мало. Ничего в этом страшного нет. Я был сегодня свидетелем вот этого псевдо-митинга, псевдо-праздника, который проводила областная власть в лице губернатора Престюка. Когда люди сюда шли, как под конвоем, я пытался брать интервью участников вот этого псевдо-шествия, псевдо-радости. И услышал слова, что мы работники обл. администрации. Мы идем сюда, потому что нам приказали. Знаете, как есть пословица. Ему хоть глаза, а ему Божья роса. Вот это, хоть Януковичу, хоть Ефремову, хоть Яценюку, хоть нашему Престюку. Для них это все Божья роса. Прислушайтесь к моим словам. Хватит нам бодаться. Нам сегодня нужно заходить в окопы. И всеми методами, невзирая ни на какие разговоры о законности, у нас есть пятая статья Конституции. Мы власть, мы народ. И мы должны самый жесткий дать бой этим нелюдям. Слово предоставляется руководителю Народного фронта Луганщины Григорию Пригебе. Добрый день. Хоть и немногочисленная публика у нас сегодня собралась здесь, но одни и те же знакомые, нормальные люди. Те, которые пришли и отдохнуть, и поддержать друг друга. Я, Миша, с тобой полностью согласен, что время для меморандумов, тем более общественников, оно прошло. Мы не должны сегодня брезговать народом, если мы говорим, что источник власти есть народ. Народ тот, который против власти, тот, который симпатизирует какой-то политической партии. Может, даже придут люди и под символом партии регионов и коммунистов, которые обманули просто их. Тут все четко, нормально. 56 общественных организаций, которые подписали этот меморандум. Я передаю Олегу Павловичу, потому что ваше сегодняшнее объединение, которое вы говорите, якобы наконец-то состоялось. Возьмите, тут очень просто. Поверьте, настанет время. Мы все все равно там будем, и нас объединить одно. Сверхнуть эту власть ради наших детей, стариков и ради будущего Украины. Спасибо большое. Слава Украине! Уважаемые луганчане, мы видим, и сейчас все же говорят, что необходимо объединяться. Объединяться для того, чтобы можно было противопоставить свою силу, народную силу, силу территориальной громаде той власти, которая сейчас находится здесь, в Луганске, которая находится в Киеве. Эта власть, которая сейчас правит здесь, она правит незаконно, потому что она не представляет интересов громады. Я предлагаю и активистам, и другим общественным организациям присоединиться к нашему обращению. На этом, уважаемые друзья, спасибо вам большое за то, что вы пришли на этот митинг. Спасибо за то, что вы помните, что Украина является независимым государством. Но это государство будет независимым только тогда, когда каждый человек почувствует себя независимым здесь, когда он почувствует частью этой власти, которая представляет интересы громады, интересы людей.